Уважаемые коллеги, мы продолжаем цикл таких вот занятий, углубляющих наше понимание, что такое боль, какие варианты. И сегодня вашему вниманию будет представлена презентация, посвященная ишемическому типу боль. Как видно из названия, вроде бы все просто. Ишемическую боль мы нередко вспоминаем в каких-то клинических ситуациях, это достаточно правильно, но не все так просто. Поэтому давайте посмотрим еще раз более глубоко, как я уже анонсировал, что ли, название этой темы. Актуальность связана с эпидемиологией ишемической болезни сердца и других состояний, связанных с нарушением кровообращения. Действительно, этот вариант боли крайне часто встречается. Конечно, не 100%, но тем не менее у подавляющего большинства пациентов, поступающих в стационар, в связи с ишемией миокарда, того или иного ее варианта. Безусловно, облитерирующиеся заболевания сосудов, особенно нижней конечности, очень частое состояние у пожилых людей. Эти пациенты наблюдаются, кому-то выполняют сферогические вмешательства, но для некоторых боль, болевой синдром становится такой сложной жизненной ситуацией. И нужно им помогать в тех условиях, когда даже невозможно выполнить шунтирующую операцию. Конечно, стенозы мезонтериальных сосудов не так уже чаще встречаются, но тем не менее. А вот боли в спине и суставах, о которых мы периодически вспоминаем, обсуждаем, и уже неоднократно на эти темы, так или иначе мы говорили, тоже имеют в своем составе компонент, связанный с ишемией, с ишемической болью. Отсюда сложно говорить об эпидемиологии, очень широко распространено, но актуальность всегда-всегда высока, и мы встречаемся, не нужно забывать об этом. Удивительный факт. Дело заключается в следующем, что если на русском языке набрать ишемическую боль в каких-нибудь поисковиках, то это многие-многие страницы выпадут со ссылками на ишемическую болезнь сердца. Вот ишемическая боль в русскоязычной литературе, ну в самом начале, может быть понятно, на сотой, на тысячной странице выпадет еще что-то, но подавляет концентрация тех ссылок, которые увязываются с ишемической болезнью сердца. Дальше идут сосуды конечностей, нижних прежде всего конечностей, ну и дальше что-то еще, периодически что-то всплывает. Но вот в русскоязычной литературе вообще не разбирается, так сказать, на таком хорошем физиологическом уровне, что такое ишемическая боль, только лишь какие-то вставки. В англоязычной литературе все-таки это тема, которая периодически становится и предметом изучения, и исследования, мы видим результаты исследования. Таким образом вот можно сформулировать, в общем, как отдельную такую отдельную тему, и вот позвольте опять же ознакомить вас с этим. Что касается места классификации ишемической боли. Ну вот если начнем мы конечно с определения боли, да, и мы можем вспомнить, что один в определении боли, как бы через запятую, второй такой тезис, вторым тезисом идет, что это неприятные ощущения, эмоциональные переживания связаны с потенциальным повреждением. Вот ишемическая боль является как раз и тем ярким представителем этих вариантов боли, когда имеется потенциальное повреждение. О чем идет речь? Ведь ишемическая боль возникает тогда, когда нарушается кровообращение, но ткани еще живы. Как только, если все-таки только эта ситуация не изменится, то в дальнейшем произойдет некроз ткани с гибелью, в том числе и элементов нервной системы, и болевой синдром, так или иначе, или исчезнет. Но это вряд ли, а все-таки перейдет в какую-то другую форму, это будет уже воспалительная боль. Вот таким образом эксперты ВОЗ и Международные ассоциации по изучению боли закрепили эти варианты боли в определении, в отдельном таким положении. Глядя на физиологию боли, ишемической боли, конечно, здесь можно говорить, что это нотоцептивная боль. Это боль, которая возникает при наступлении определенных изменений. И в развитии этой боли участвуют все компоненты нотоцептивных путей, начиная от рецепторного аппарата и заканчивая корковым анализатором. То, что характеризует. Да, может быть преноцептивная, если так сказать уточнить, но так или иначе, она все равно физиологическая. Ведь ишемическая боль имеет исключительно сигнальную функцию. Нас организм предупреждает, да, нас, наше сознание, личность нашу о том, что наступили проблемы. Проблемы, связанные с кровообращением в определенных областях тела. И поскольку это боль физиологическая, у нее еще одна есть характеристика, и она относится к ишемической боли в полной мере. Это то, что физиологическая боль, и в частности ишемическая боль, прекращается после прекращения вот этих вот изменений. То есть, ну, можно сказать, воздействия какого-либо. И, ну, это действительно уникальный во всех отношениях вариант боли, конечно. Еще один эпитет можно дать этому варианту боли. Это боль химическая или даже биохимическая, но поскольку, да, все-таки организм – это особая химия. Фактически мы эту боль можем вызвать изменением, там, применением препаратов. Вызвать, я повторюсь, да, не лечить еще пока, а вызвать даже применением каких-то препаратов. Ошибочных ли, неточных, или как рамках побочного эффекта. Ну, все это может быть. То есть, если биохимия изменится в таком направлении, какие встречаются при развитии шимии, то мы получим этот вариант боли, что, конечно, является не очень хорошим явлением. Ну, вот обращу внимание на название следующего слайда. Физиология патогенез. Конечно, патогенез к ишемической боли, слово никак не подходит, поскольку боль физиологическая. Патогенез, но в то же самое время, поскольку здесь оставлено, хоть и перечеркнутая патогенез на слайде, я подчеркну, что, конечно, патогенез имеется у тех состояний, которые приводят к ишемической боли, но, повторюсь, вот мы уже обсудили, что такое ишемическая боль. Каким образом развивается ишемическая боль? Дело в том, что ишемическая боль относится к тем видам боли, которые не очень-то хорошо и понимаемы. Я имею в виду уровень клеточно-молекулярный, безусловно. Достаточно давно были определены структурные элементы плазматической мембраны, элементы, уже структурных элементов первичных нейронов, то есть, как мы называем этими, терминали периферических отростков первых нейронов. Вот там находятся и сайты, которые способны реагировать на изменения биохимии, которые развиваются на фоне ишемии. Но все-таки на сегодняшний день считается справедливым утверждением, что детекторами ишемии, так называют вот эти вот элементы западной литературы, в кавычках, детекторы ишемии, сегодня раскрыты. Мы сегодня говорим, что в условиях ишемии активизируются так называемые ионные каналы, относящиеся к разряду кислоточувствительных. Ну вот это A-Seq аббревиатура. Первый канал, понятно, что первые несколько каналов когда-то были открыты, но вот здесь хочу вспомнить, что основной вот этот вот кислоточувствительный ионный канал, реагирующий в условиях ишемии, а что такое реагирующие? Эти каналы селективные по отношению к ионам натрия, то есть ионы натрия впускаются в нейроплазму, деполяризуя мембрану. Так вот, эти селективные каналы третьего типа, основные каналы, были открыты ни больше ни меньше в Советском Союзе, в Научно-исследовательском институте физиологии в Киеве. И это произошло в конце 70-х, начало 80-х годов, и таким образом, ну вот с тех пор мы хорошо информированы о том, что вот такие вот структуры имеют место и способны на нас оповестить о том, что где-то имеет место недостаток транспорта кислорода, недостаток кровотока прежде всего. Затем исследования, направленные изучения этого вопроса, как-то подутихли. 90-е годы были, ну, как бы в этом отношении было затише. Но в последние годы снова произошла какая-то активация, и много очень интересных фактов было установлено. В частности, эти каналы могут активироваться напрямую протонами, могут активироваться через рецепторный аппарат, находящийся на плазматической мембране, терминале вот этого вот периферического отростка первого, то есть чувствительного нейрона. Например, через активацию в анилоидных рецепторах, их раньше называли BR1, сейчас другая немножко аббиратур очень попозже будет показана, чтобы хотя бы на глаз их воспринимать, потому что на слух достаточно сложно, много букв заглавных, натискал алфавита здесь присутствует. И еще один интересный факт. Эти каналы блокируются амилоридом, веществом, которое, ну, в общем, когда-то использовалось в качестве диуретика. Таким образом, вот эти каналы запускают натрий и, повторюсь, образуют потенциал действия. Ну, а потенциал действия способен перемещаться вдоль пневматического мембрана, доходят до корпорного анализатора, и у нас появляются ощущения, в результате перцепции у нас появляются ощущения. Еще один такой интересный факт наблюдается в литературе. Вот я беру смелость утверждать, что ишемическая боль имеет органоспецифичность. Это не просто такое мнение человека, который, ну, вроде бы занимается болью. На самом деле, авторы, которые описывают, исследователи, которые занимаются ишемической болью и делают публикации, они между строк, но четкими словами указывают, что есть органоспецифичность. Ну, например, чего стоит там одна из таких вот публикаций, которая мне попалась, она будет впоследствии здесь на слайде, в котором сказано, что что для нас такое ишемическая боль для клинициста? Это инфаркт миокарда, это перемежающая хромота, и это боль при серковидном клеточном имени, чуть-чуть попозже. Что это означает? А это означает, что мышечная, ишемия мышечной ткани сопровождается развитием ишемической боли. Ну, здесь что мы можем вспомнить? Какие, когда возникают, откуда исходит болевой синдром, исходя из тех представлений о клинике, которые сегодня у нас имеют? Из миокарда. Стенокардия, инфаркт миокарда сопровождаются ишемией и ишемической боли. Скелетная мускулатура при облетворившихся заболеваниях сосудов нижних конечностей, как мы называем, верхних конечностей, еще какие-то бывают на фоне флегмон, фасциитов, на фоне ожогов возникает ишемия мышцы, тогда возникает тяжелейшая боль. Полные органы желудочно-кишечного тракта могут иметь, точнее имеют, мышечную прослойку. Она не очень большая, поэтому ишемический компонент боли при поражении этих органов, он может быть не сильно выражен, хотя, тем не менее, он определяется. То же самое с мочевым пузырем. Ишемия стенки мочевого пузыря приводит к боли. Хотя интенсивность это все-таки не такая, которую мы видим при ишемии миокарда, но тем не менее. Таким образом, еще раз подвожу итог. Ишемическая боль органоспецифична и связана с ишемией именно мышечной ткани. Ну и еще один факт, который здесь нельзя не забыть, ведь мы хорошо помним, что везде, где бы мы не смотрели физиологию, анатомию физиологию, но цирктивных путей, речь идет о периферических отростках первых нейронов, которые идут к коже. Ну, в крайнем случае с листом оболочком. А вот что с мышцами? Ведь это такой вопрос, который можно определить, с ответом можно определиться только, читая специализированную литературу, например, посвященной ишемической боли, например, посвященной миофасциальной боли. Но это должны быть такие, эти работы должны быть, повторюсь, очень такого высокого уровня. Так вот, на сегодняшний день, и сравнительно давно уже известно, что от мышц, от мышечной ткани, отходят, идут афференты, то есть или к ним подходят афференты, ну, смотря с какой стороны посмотреть, то есть если смотреть, как идет импульс, то, получается, отходят афференты, несущие афферентные импульсы, которые, вот эти вот афференты, это волокна, имеющие специфическую структуру, аналогичные С-волокна и А-дельта-волокна. И вот, опять же, готовясь к этой, к этой нашей сегодняшней встрече, я встретился в англоязычной литературе, что да, есть афферентные волокна третьего-четвертого типа, идущие к мышцам, которые гомологичны, С- и А-дельта-волокнам, идущие к коже. Почему-то никак не удается, видимо, никому не удается предложить, объединить эту классификацию. Но, тем не менее, вот то, что имеется на сегодняшний день. Ну, ишемическая боль возникает дефицит кислорода. Это вроде бы идет, так сказать, это красное мнение нашего сегодняшнего разговора, поэтому немножко повторим. Какие механизмы могут привести к дефициту кислорода, нарушению кровообращения. Здесь я в этой аудитории, в нашей самой аудитории, аналогичной аудитории, практических врачей, конечно, останавливается сильно. Мы не будем. Это тромбоз, это тромболия, может быть вазоспазм, болезнь ренона, например, хотя это дистально очень, это задействованы вроде всего лишь пальцы, но, тем не менее, иногда и кисть увлекается в процессы, тогда болевой синдром, ишемический болевой синдром будет присутствовать здесь. На холлах боль возникает по двум механизмам. Один из них связан с воздействием низкой температуры, а другой, конечно, с ишемией. Ну, и, наконец, с давлением извне. В то же самое время, и чуть позже, мы об клинических ситуациях, когда начнем говорить, вспомним, обязательно есть ретроденные механизмы, хотя они завязаны на эмболических каких-то технологиях, еще на каких-то, но, тем не менее, на наложении турникета, тем не менее, все они вот увязаны вот с этим механизмом, который здесь представлен. Есть ряд работ, которые говорят о следующем. Смотрите, еще в 30-х годах, это Левис в 1932 году, на него ссылаются, не могу, кстати, найти работу, хотел бы показать первоисточник, но вот ссылка есть, а работы нет. И в архивах журнала тоже такой работы не нашлось. Ну, в общем, здесь, наверное, комментарии больше не могу давать. Тем не менее, вот считается, что с 30-х годов был установлен факт, что действительно ишемическая боль возникает в том случае, если нарушается кровообращение в конечности, которое подтверждается экспериментально, то есть добровольцам накладывали турникет, и ишемическая боль возникала или могла возникнуть. В то же самое время появилась гипотеза, было выделено предположение о том, что для развития ишемической боли нужно еще какие-то вещества. Мало того, что должен возникнуть ацидоз, но все-таки нужен нам как минимум лактат, связанный с... Почему ацидоз-то возникает, да, лактат, а с другой стороны еще дополнительные вещества. Но вот главным образом сегодня в работах посвященной ишемической боли речь идет о именно лактате, накоплении лактата как следствие, прямое следствие нарушений перфузии, нарушений доставки кислорода. Какие дополнительные механизмы могут сработать по мнению авторов, изучающих эти вопросы? Ну что здесь можно увидеть? Аденозин, аденозин и гифосфат. Ну, до какой-то степени можно удивиться, ведь и тот, и другой препарат, вещества обладают способностью вазодилатации. А к аденозинтрифосфату отдельный вопрос, что же должно случиться, чтобы в рамках ишемии его концентрация увеличилась? Ну, вот вопрос, может ли аденозинтрифосфат выброситься в неизменном виде в внеклеточное пространство, подействовать на P2X3 рецепторы и во время ишемии таким образом спровоцировать развитие ишемической боли? Ну, вот эти вопросы еще сегодня далеки, по-моему, до ответа, но работы идут и все равно в каком-то когда-то мы получим результаты. Может быть, с P2X3 рецепторы, на него влияют еще какие-то вещества дополнительные, ну, в общем, посмотрим. Далее, ну, протоны, очевидно, вот этот ацидоз, как он может действовать, ацидоз на что-либо, да, конечно, через концентрацию протонов, ну, и вот здесь я еще раз хочу показать вам, раньше протоны действуют на VR1 рецепторы, это все ванилоидные рецепторы, группа ванилоидных рецепторов, ну, и теперь TPRV1, их несколько рецепторов этого класса, ну, главным образом TPRV1 это наиболее такой мощный по эффектам структура, тесно завязано как раз на ионном канале для натрия. Есть работы, в которых показано, что и брадетинин, и серотонин, и субстанция П могут влиять, их концентрация увеличивается, и могут, а значит, они могут влиять на развитие ишемической боли, но насколько, ведь очевидно, что в условиях ишемии а вот в рамках ишемии, появления ишемической боли, ну, такая вот интересная деталь, может, еще одна интересная деталь может быть отмечена, в рамках ишемической боли клетка должна практически погибнуть, и нервные ткани практически погибнуть должно, а смотрите, ишемическая боль возникает минут через 5-10, когда мы знаем, что наши клетки живут порядка двух часов в таком состоянии аноксии, благодаря наэробному гликолизу, ну, два часа чуть меньше, но не 10 минут, тем не менее, уже описывается, что должно произойти набухание, должно произойти какое-то разрушение, вот субстанция П, источником которых является нейроплазма, должно тоже появиться в внешней среде, и здесь есть, конечно, мягко говоря, несоответствие. Что ж, будем ждать результатов. Следующий факт. Максимальная интенсивность импульсации в эксперименте со стороны волокон, со стороны волокон типа 3-4 типа при ишении мышцы возникала при PH4, то есть это значимое повышение концентрации протонов, очень мощное, это то же самое, что наблюдается в полости желудка, когда вырабатывается соляная кислота. Конечно, в организме сложно найти, кроме полости желудка, место, где вот такой ПАЖ будет наблюдаться, но факт остается фактом. А вот половинная активация этих волокон наблюдается уже при PH 6,7. Да, если если PH такой тяжелый цидоз системный наблюдается, то организм практически не жизнеспособен, потому что ферментативная система при таком PH, многие из тех, которые обеспечивают нам энергобаланс, конечно, не функционируют. Зона, мы понимаем, где находится зона жизнеспособности организма, но локально вполне возможно наличие такого ПАЖ. То есть в этом случае достаточно мощный идет поток импульсов, которые распознаются как болевые. В то же самое время, а вот системный ацидоз, хотя, конечно, не доходящий до уровня 6,7, на фоне гипоксии не вызывает появление системной такой боли. Тем не менее, в клинике, например, инфаркта миокарда, в клинике кардиогенного шока боль в пояснице, в нижней части поясницы, там, где находятся огромные пласты, мышечные пласты, наиболее мощная масса мышечной ткани, которая составляет мышцы поясницы, или апсос, управляющая мышцы, квадратная мышца и так далее, не буду все их вспоминать. Действительно, там оттуда максимальный поток в условиях системной гипоксии происходят импульсы в рамках вот такой вот реакции, в рамках развития ишемии. Известный факт. Интересно другое, что, опять же, в экспериментах было показано, что если ишемию, допускать ишемию, но ткань перфузировалась, не то, чтобы перфузировалась жидкостью, которая содержала малокислорода, но имела буфер, вот так в той ткани импульсы практически не зарождались, то есть не появлялось ощущение боли. Ну что ж, все это такая физиологическая основа представления об ишемической боли, но с болью встречался каждый из нас обязательно, поскольку боль при чрезмерной физической нагрузке, пусть она локальная в спортзале, когда мы мужчины ходят в спортзал и берут какой-то вес, там бицепс тренируют, трицепс или еще прочее. Можно то же самое добиться в мышцах нижней конечности, на спринтерском каком-то забеге и при какой-то дистанции обязательно произойдет появление вот таких болевых ощущений, которые связаны с ишемией, поэтому ишемическая боль постоянно нас в общем сопровождает, но одно дело это когда ишемия или гипоксия ишемия она управляема, мы можем перестать поднимать вес какой-то, мы можем приостановиться в беге, а другое дело когда развивается патологический процесс, и здесь нам нужно уже вовлекаться в помощь нашим пациентам, но и иногда практически без права на ошибку. немного клинических ситуаций, поскольку болевой ишемический хронический болевой синдром таким образом сегодня не рассматривается этот вопрос, все-таки ишемическая боль увязывается с какой-то нозологической формы, связана с сосудистым поражением, ну вот начнем с ишемии миокарда, мы как анестезиологи и рематологи конечно очень много работаем с такого рода пациентами, в кардиологии сделаны колоссальные шаги вперед по стандартизации ведения этих пациентов и здесь на этом слайде я здесь подвожу какую-то констатацию о том, что можно сделать конечно каждый раз у постели больного решается что следует сделать это либо немедленное эндоваскулярное вмешательство и сразу же какое-то там шунтирование аортокоронарным амарокоронарным и прочее в качестве быстрой помощи тоже мы всех прекрасно знаем нитроглицерин другие нитраты адреноблокаторы в домашних условиях нужно оказать на улице помощь ну до какой-то степени может быть применен тромболизис в том случае если недоступна эндоваскулярная вмешательство если мы будем говорить об обезболивании именно чистом обезболивании когда идет подготовка еще не прошел золотой час или даже золотой полчаса но пациент страдает от боли нужно вот несколько минут еще для того чтобы начать какое-то действие безусловно здесь только опиоидные агонисты нам могут помочь лучше конечно чтобы это был морфин он еще снизит давление молоков кровообращения и улучшит газообмен это оптимальный вариант да можно использовать фентамин другие опиоидные агонисты можно использовать но более идеальным что ли вариантом первые два более идеальным препаратом стремятся указанные два это морфин и фентамин что касается зачеркнутой строчки нейрохирургии боли ну два слова об истории а ведь сто лет назад да были нитраты уже но нитраты тоже были краткодействующие поэтому все так было просто что делали хирурги они тоже помогали только не в виде какого-то шунтирования какого-то вида шунтирования а выполняли заднюю резотомию и вот перед глазами строки из книжки академика ирасика чехословацкого академика 1967 года книга переведенная на русский язык где он описывает что выполняли заднюю резотомию пересечения задних корешков от уровня Т1 до уровня Т7 у пациентов с такой тяжелой стенокардии другого варианта не было да от боли такой ишемической боли спасали при этом оставался отраженный вариант боли как ну такой удивительный момент описывал хирург такой известный хирург ну мы не говорим о том что дальше было с пациентом упускаем это понятно что сегодня такие технологии не используются сегодня ну не то чтобы с улыбкой но по крайней мере с таким пониманием того что конечно это далеко не выход можно можно эту тему закончить нарушение кровотока в сосудах конечностей ну обычная речь конечно идет о нижней конечности они чаще поражаются при тяжелейшем атеросклерозе связанной с генетическими какими-то особенностями бывают еще и нарушение кровотока в сосудах верных конечности мы тоже прекрасно знаем по работе особенно с такими пациентами но тогда таких пациентов и нижней конечности верные конечности, инфаркты, инсульты, в общем, достаточно много всяких осложнений. Что здесь? Опять же, у хирурга, в общем-то, все стандартизировано, подходы, конечно, эндоваскулярные мешаются, если есть необходимое шинтирование какое-то, но не всегда это возможно, естественно, в каких-то случаях нам приходится с критической шиней бороться, и если есть возможность тромболизиса, и тромб все-таки, как вина, не тромба, а тромб, и сосуды, крупные сосуды туда мы можем использовать, но в каких-то случаях мы вынуждены прибегать к такой симптоматической помощи, палеотипной помощи можно и так, в общем, назвать до какой-то степени, конечно. Итак, что мы можем? Здесь уже анестезиологи играют действительно очень серьезную роль, и начинаем все с четвертого пункта, эпидуральной анестезии. Нелегко эпидуральной анестезии вызвать обезболивание, потому что очень большое нужно, много сегментов нужно заблокировать, и понятно, что произойдет симпатолизис, произойдет изменение артериального давления, что может не очень благоприятно сказаться на состоянии конечностей, поэтому мы здесь несколько ограничены. С другой стороны, все равно симпатолизис происходит, улучшение кровообращения, и мы надеемся и на это. Более мягкая процедура представляется как периметральная катетеризация. Мы можем поставить катетер в область седалищного нерва или в область бедренного нерва. Конечно, при использовании катетера возле одного из этих нервов полное обезболие не произойдет, но наиболее эффективно все-таки блокирование седалищного нерва, потому что тогда мышцы, иннервируемые из бедренного нерва, они остаются функциональны, и пациент, ну, имел какую-то возможность перемещаться, пока задняя группа мышц имеет слабость. Ну, и здесь все равно осторожность должна быть. Конечно, пациента не отправишь по улице, домой, это все-таки должно происходить в условиях стационара, но вот такие вот технологии могут позволить, а, с одной стороны, лечь пациенту на спину с приподнятыми ногами, а это необходимо в том случае, если нужно оценить все-таки степень поражения, вид поражения для хирургов очень важно. Коллатеральный кровоток, поскольку в условиях отеха это все сдавлено, и здесь им оценить не нужно, вот они к нам обращаются, у нас есть такой опыт, и достаточно неплохой. Установка к периметральной катетерокседалищному нерву всего лишь, и боль, конечно, остается, но она уже становится более терпимой, и пациент может выдержать несколько часов даже вот перед выполнением соответствующих процедур. Апиоидные органисты остаются ведущими, но доза при ишемической боли должна быть очень высокой. Здесь мы будем иметь побочный эффект, и в случае, если развивается инфаркт миокарда, мы вводим необходимую дозу под присмотром, потому что пациент находится по определению в отделении интенсивной терапии, а вот у таких пациентов госпитализация в отделении интенсивной терапии не обязательно, и, в общем, в такой больнице многопрофильной, больница кормится, и для них обычно и нет места, все занято, и тут пациент, который просто должен быть под таким наблюдением, проследить за артериальным давлением. И отсюда и проблемы, да, но опиоидные органисты, конечно, они самые в данном случае эффективные. При хронических вариантах нарушений, когда пациент, ну вот, то стабилизируется, то уходит, да, могут быть слабые опиоиды, назначены для домашнего применения, в тех случаях, когда невозможно шунтирование, мы должны помогать вплоть до наступления уже некротических каких-то изменений. Здесь нам могут усилить действия антиконурсанты, и это очень хороший прием, об этом не нужно забывать. Слабые опиоидные органисты антиконурсанты – это великолепная комбинация, и нужно понимать, что если эти препараты неэффективны, то, в общем, скоро наступит, в общем, тот неблагоприятный эффект, который, точнее, следствие, который должно и быть, то есть некроз какой-то, просто объем, значит, ткани или усугубление происходит, или объем ткани очень велик, но, тем не менее, пациенты все равно благодарны нам за назначение таких препаратов, им все равно значительно легче. Ну, вот говорят о том, что может помочь эпидуральная электронейростимуляция, может быть чрезхожная электронейростимуляция мышц, нервов, прошу прощения, бедренного или седалищного. Конечно, я в большей степени говорил сейчас о сосудах крупных, но есть же и микроангиопатии, например, при сахарном диабете, вот там очень важны назначения антиконурсантов и препаратов базодилататоров, здесь вот не показано на слайде, но это вопросы, которые, эту задачу решают, в том числе и эндокринолог, и сосудистый хирург, и, может быть, кардиолог, терапевт, помощь нам, но, тем не менее, об этом нужно, так сказать, помнить. Помогают таким пациентам, хотя временно, недолго, препаратам, относящиеся к группе антигипоксантов, антиоксидантов, ну, все это понятно, что вот такая комплексная терапия, мультимодальный подход должен использоваться. Про эпидуральную электронейростимуляцию и чрезхожную нейростимуляцию хотел добавить у некоторых пациентов и такие методы эффективные, но нужно понимать, что все-таки это 50 на 50. Попробовать можно, но взвесить нужно за и против, если против слишком много, скажем, или очень высокая глюкоза не удается никак справиться, или все-таки с инокардией имеется, ну, все-таки опасения какие-то, с другой стороны, могут быть какие-то осложнения, то это, может быть, все-таки не стоит применять, нужно так или иначе бороться другими способами. Факторами, предсказывающими эффективность, являются сахарный диабет без нейропатии, то есть без нейрологических нарушений, нейропатии без, не у диабетиков, например, да, более эффективных данных методов. Но такой элемент пробного назначения, он все равно должен присутствовать, нужно об этом понять. Как я уже сказал, вот одна из таких работ, которые мне встретилось, современных работ, которые мне встретилось при подготовке к сегодняшней нашей встрече, авторы указали, что ишемическая борь для наших медицистов – это стенокардия, ну, там, ишемия миокарда – это перемежающая хромота и кризис серповидно-клеточной анемии. Ну, в наших широках серповидно-клеточная анемия встречается редко, это все-таки выходцы из Африки. В Африке сравнительно такое широкое распространение имеет это состояние. Понятно, куда выходцы из Африки перемещаются, в тех странах все это бывает, в Европе, особенно во Франции, в Америке, безусловно. Поэтому у них даже во всех таких рекомендациях по лечению боли есть раздел лечения серповидно-клеточного криза. Мы с вами, ну, вот на сегодняшний день, я бы немного уделил времени этому состоянию, да, вот такие дефектные эритроциты иногда по какой-то причине образуют конгломераты и производят автурацию просветов в сравнительно мелких сосудах. То есть возникает разлетая мышечная боль, это, прежде всего, в мышцах. По всем рекомендациям необходимо использовать либо морфин, либо фентанил на растающих дозах, лучше дозатора. Все это происходит где-то порядка 5-6 дней, поэтому пациент должен находиться в отделении рейн-массы, поскольку вот на грани буквально осложнений связаны с дыханием. Все это происходит. Гетерогенная история эмболизации миоматозных узлов, например, на одной из таких технологий современной гинекологии кому-то показано удаление целиком гетерородного органа, но в каких-то случаях у молодых пациентов пытаются вот таким образом удалить. Здесь, ну, коллеги, здесь нужно помнить, боль мышечная и очень высокой интенсивности. Мышечный орган матка наступает локальная ишемия, тяжелейший болевой синдром. Ну, в моей практике это получилось, даже, может быть, где-то опять же с иронией можно вспомнить, но, тем не менее, пациентке было совершенно не до смеха, когда тяжелейшая боль в малом тазу, непонятно, с чем связано. При попытке ввести опиоидный агонист ей эта попытка, у нее эта попытка оказалась, как понятно, эффективна, но опиоидные агонисты не слишком долго, недостаточно долго удерживали боль на уровне слабой. Поэтому пациентка стала требовать именно этот препарат, на что был выведен вердикт, что она просто наркоманка, и надо же было так попасть, что вот так случилось, что это была первая пациентка, и был пробный такой вот заход, первая пациентка и сразу наркоманка. Ну, вот улыбку вызывают вот эти вот входящие с разных сторон факты, и что придумали гинекологи в ответ на это? Перестали использовать дальнюю технологию. Ну, коллеги, это, конечно, выглядит, да, вот так вот смешно. Все-таки нужно привлекать анестезиологов к таким пациентам. Безусловно, им нужна продленная, здесь я тебе слово, может быть, зря не поставил, не эпидуральная анестезия во время имболизации, а эпидуральная анестезия продленного вида для того, чтобы несколько дней снизить интенсивность боли. Да, сложно проводить, нет, не сложно, сложно, когда и разрез есть, и боль со стороны матки, а когда только матки, ну, понятно, что это 9, плюс-минус сегменты, и вот, даже, ну, чуть повыше, и вот, главное, симпатические волокна, чтобы были захвачены, тогда будет очень-очень хорошо, пациент не будет жаловаться, не тяжелое свое состояние. А эпидуральная анестезия можно либо добавлять, эпидуральная, если она все-таки оказалась, ну, не так эффективно, как хотелось. Блокады пуриновых рецепторов, вот, в самом начале я говорил о физиологии, о том, что высокая концентрация пуриновых агонистов, то есть небольшая концентрация обезболивает, а очень высокая концентрация пуриновых агонистов вызывает свою боль, свой вариант боли, связанный с гипералгезией, но она-то по фенотику ишемическая происходит, потому что при ишемической боли как раз активизируются, активизируются пуриновые рецепторы. Надо сказать, что 20 лет назад, когда я оказался на стажировке в Каролинском институте Швеции, как раз моя научная работа была связана с изучением ишемической боли и влиянием на интенсивность ишемической боли как пуриновых агонистов, так и блокаторов пуриновых рецепторов, к которым относится теофилин, наш эофилин. Ну, вот что здесь можно сказать? Конечно, теофилин на высоте боли будет минимально эффективен, но на вторые сутки, на третьи сутки уже можно назначать, и тогда такой прием существенно снизит дозу опиоидных агонистов. Фактически вот нам на первые сутки, ну, двое продержаться, а дальше уже все это пойдет на спад, и ингибиторы пуриновых рецепторов в лице ингибиторов фосфодиэстеразы, они нам здесь помогут. Но пациенты могут упить, нужно порекомендовать пить крепкий кофе или чай, понятно, не на ночь, но таким образом это все будет, это синий боли будет снижаться. Внутривенно-региональная анестезия. К сожалению, при том, что великолепный результат в плане обезболивания самой операции, но через какое-то время может появиться ишемическая боль, она будет настолько тяжелая, что пациент просто потребует каким-то образом изменить свое состояние, и здесь выход, переход на альтернативную методику анестезии, ну, какую-то другую по выбору. Внутривенно-регионной анестезии больше 30 минут оперировать бывает сложно. Наконец, реглекторный мышечный спазм. Ну, это состояние нас сопровождает повсеместно. Мышечный спазм имеет место и при боли в спине и шее, тогда, когда у нас имеет обострение, как мы называем, состояние остеохондроза. Это и синдром грушевидной мышцы, синдром лестничной мышцы. И таких синдромов достаточно много. Различные мышцы могут напрячься вдруг, и трапециевидная, ромбовидная. Фактически любая может вдруг попасть в такую ситуацию. Просто для грушевидной синдром лестничной мышцы есть особые там места. Например, выделяют в патогенезе феномен двойного сдавливания аксона. То есть мало того, что аксон первично сдается, так еще самой мышцы сдавливаются, поддерживая это состояние. Поэтому нужно каким угодно способом его разрешать. Так вот до малоинвозимых методов. Опять анестезиолог нужен. На этом слайде написаны клинические ситуации, когда мы с вами очень и очень нужны, когда терапевтам, хирургам не разрешить, неврологам в конце концов, и мы здесь должны помочь. Боль в области крупных суставов. Также может тяжелейшее воспаление быть в лечении мышц и сухожильного аппарата. Дисфункция височного и нижнечелюстного сустава. Ну вот мы имеем опыт лечения таких пациентов путем разрешения рефлекторного спазма на клиновидных мышц, например. Латеральный идеал. Сложно их достать. Есть риски. Там на лице много артерии. Лицевая артерия самая большая проблема. Но в целом тонкая игла, в общем какие-то такие маргинальные позиции этой иглы там, где в подавляющее большинство людей не будет ветвей лицевой артерии. В общем помогает нам справиться и с этим состоянием. Да, какой плюс противовоспалительный препарат, безусловно, но вот реприкторный мышц и спазм нужно снимать. В разговоре с ортодонтами до 10% пациентов с болью связаны, по их мнению, с дисфункцией височно-нижнечественного сустава именно связаны с этим процессом. Поскольку остальные источники боли они великолепно купируют. Боль височной области следует рассматривать как мышечный спазм или по крайней мере вовлечение в рефлекторный мышечный спазм мышц глаза. Боль вот здесь вот пациенту нужно, так сказать, вот вы должны представлять и пациенту объяснить. Это все и мышцы глаза, это такие же точно мышцы, и они могут опять же быть вовлечены в какой-то процесс со спазмом. Это нелегкая задача, поскольку, ну, скажем, как анестезиологам нам сложно что-либо сделать, потому что какую-то интермускулярную инъекцию сделать, ну, здесь просто опасно. Наконец, после посттравматической нейропатии может сопровождаться мышечным спазмом с болевым синдромом. Ничего тут не сделать. Дистально расположенные мышцы иннервированы, иннервируемые поврежденным нервом, могут повреждены быть волокна. Вот с такой, с такой историей все это описано. Эти работы есть, где-то все показано, исследуется, но так или иначе. Что мы можем сделать? Давайте доберемся до самой важной части для нас, для анестезиологов. Конечно, интермускулярная инъекция местного анестетика. В принципе, настолько простая технология, настолько в большинстве случаев это минимальные риски, что с этого надо всегда начинать. Можно с глюкокритикоида, можно без глюкокритикоида. Но диагностика спазма какой-то определенной мышцы мы подозреваем. Конечно, нужно делать простым местным анестетиком короткого действия на вокаин, лидокаин, артикаин. Берите любой. Нужно сразу использовать препараты длительного действия гупилокаин, рапилокаин, левый гупилокаин. Все-таки токсичность у них выше, особенно при сосудистом введении. Это даже себе не хочется представлять. Поэтому здесь все более-менее понятно. Интрамускулярная картилизация. В каких-то случаях, если мышечный спазм упорствует, то есть, да, препарат, местный релаксан, подействовал какое-то время, ушло действие, все вернулось. Иногда мы устанавливаем даже эпидуральный катет, эриневральный катет, что есть в наличии в мышцу и таким образом помогаем нашим пациентам снять такой мышечный спазм. Если мы установили точно, какая мышца, можно обсудить с пациентом тот метод бутылинотерапии. Мы понимаем, что на несколько месяцев, до шести месяцев мы выключим, вызовем такой периферический паралич этой мышцы, насколько будет удобно пациенту жить в такой ситуации. Но когда тяжелая боль, пациенты в подавляющем большинстве случае соглашаются, конечно, до конца не понимая, что происходит. Поэтому и мы должны взвешивать риски, связанные с последствиями. Последующими жалобами в связи с этим будут приходить, вы смотрите, у нас там вот так вот. Эпидуральная анестезия может быть использована, безусловно, это стационарное какое-то условие, крайний случай, это дневной стационар, но, тем не менее, это должно быть очень большое внимание, ни в коем случае речь не идет о выпустите эпидуральным катетером, даже подшитом под кожу. Да, у нас есть опыт, но все-таки это риски, это в любом случае должен быть контроль хотя бы по телефону. Есть такая возможность использовать, но это достаточно тяжело. Центральные релаксанты обязательно нужно использовать, они действительно помогают. Да, их эффекты не всегда абсолютно, вроде бы релаксанты, вроде бы центральные, но что они делают, они, конечно, снижают вот это тоническое напряжение. тем не менее, в процессе жизнедеятельности, особенно, когда есть какие-то стрессовые факторы, еще какие-то, не всегда справляются центральные релаксанты, помощь есть, но, конечно, преимущество нужно отдавать длительно действующим мышечным релаксантам, у нас большинство краткодействующих, но вот, есть и длительно действующие, вот на них нужно обратить внимание. На Западе рекомендует в каких-то случаях проводить, например, там даже инфузию, спинальную инфузию баклофена, но до нас эта технология не то, чтобы не дошла, но вот использовать опять как, когда другого варианта нет, пациент лежачий, скажем, после инсульта, ну да, здесь все вроде бы понятно, здесь все под контролем, потому что без наблюдений такого человека не оставишь, а если пациенту нужно вообще-то двигаться, он достаточно молод, ну, ну, наверное, здесь сложно такую технологию предложить. Опиоидные органисты, ну, при мышечном рефлекторно-мышечном спазме высокую дозу опиоидного органиста назначать, конечно, не следует. Возможно, да, здесь подчеркивается, возможно, безусловно, но вот рекомендации, они говорят о том, что обращайте внимание на побочный эффект, раз обращайте и только лишь в условии отсутствия, да, можно назначить, но все-таки не очень хорошо назначать опиоидный органист такой истории, во-первых, можно вдруг незаметно для себя получить, для себя или для пациента получить зависимость, поскольку мышечный спазм под нашими воздействиями, которые не только заключаются в назначении опиоидных органистов, может пройти вдруг, а пациент будет продолжать принимать опиоидные органисты. все, все это шаг зависимости, потом будут проблемы у всех, как-то нужно потом будет выходить, это всегда сложная история. Ну, опять же, блокад опиоидных рецепторов, но мы знаем, что чашка крепкого кофе может излечить головную боль, напряжение, оттуда же. Да, в каких-то случаях можно, опять же, с целью, в том числе, улучшения кровообращения в мышце, можно назначить эти препараты. Эпидуральная анестезия, энтромускулярная инъекция, энтромускулярная фактеризация, центральные релаксанты, блокад опиоидных рецепторов, они все будут улучшать кровообращение в спазмирной мышце, и это есть хорошо. Все это приведет к снижению интенсивности именно ишемической боли. Да, может, другая останется, не ишемическая боль. Безусловно, ишемическая боль, особенно в мышце, она сопровождает воспалительную боль, базоконстрикции, локальную, поэтому здесь нужно тоже представлять себе и сопутствующие механизмы, которые нужно учитывать и учитывать в фармакологии, терапии. Есть одна неприятность в отношении ишемической боли, есть варианты без болевой формы ишемии. Это проблема, особенно если это миокард, к ней ведут полинеэропатии, в том числе диабетическая, но здесь сложно что-либо говорить, понятно, что такие пациенты группе риска по внезапной смерти в фарте миокард. А вот перспективы. И опять, они очень интересны для нас, для всех, потому что это послеоперационный болевой синдром. Но вот статья, хотя не свежая, но тем не менее продолжаются, ведь исследуем в этом отношении. а в каком вот в каком случае, в каких случаях может этот механизм действительно обеспечивать нам такую послеоперационную тяжелую боль. Ведь тяжелая послеоперационная боль это где-то 7-8, иногда говорят, 10 процентов. В сумме это получается не слишком высоко. Я имею в виду даже экстремально, да, экстремально сильная послеоперационная боль, это даже, ну, где-то около 6 процентов плюс-минус есть какие-то цифры. Да, это единичные пациенты, значит, что-то у них происходит. И вот здесь в этом смысле интересна такая статья, что концентрация протона в области послеоперационной раны увеличится. Может быть, это как раз те пациенты, у которых значимое наблюдается повышение, и мы вот поэтому на сегодняшний день никак не можем выбраться, но почему такие пациенты встречаются, как их выявлять, выявлять такие риски и прогнозировать. Ну, дальше работаем, смотрим, что еще может. Ну, и коллеги, я подхожу к заключению. Ишемическая боль является вариантом физиологической боли, прошу об этом помнить, выполнена исключительно сигнальную функцию, то есть она нам очень и очень нужна функцию подупреждения о потенциальном необратимом повреждениях. И лечение ишемической боли должно сопровождаться интенсивным наблюдением в связи с возможностью развития тяжелых необратимых состояний вследствие самого процесса, ну, и даже до какой-то степени вследствие применения нами средств помощи. В пользу случаям приглашаю вас к нам на цикл тематического совершенства неближайший из них 22 ноября. Ну, и спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.